сеть неразрывно связана с Unix ну даже победившая нынче по большей части сеть TCP IP это порождение BSD Unix и недаром считается что именно в кругах Unix что с одной стороны сеть это компьютер а с другой стороны компьютер это сеть то есть Unix неотделим от сети протокол TCP IP создавался по гранту DARPA это агентство перспективных исследований США естественно филированная с военными структурами для того что построить протокол для такой сети которая могла бы выжить в случае нарушения каких-то сегментов сети например при попадании бомбы или так далее то есть сеть должна быть маршрутизируемой в принципе и DTCP IP существовали разные варианты сети опять же на Unix ну например разные сетевые протоколы типа UUCP Unix to Unix копия протокол на котором впервые была реализована почтовая служба впрочем на этом протоколе почтовая служба работала даже в 90-е годы и когда к нам в россию пришел интернет почта была одной из тех служб которые собственно было правоозвестником интернета существует в области сети естественно достаточно большое количество стандартизирующих организаций но тут естественно можно стан группу стандартов оси это международные стандарты открытых систем естественно стандарты и и киев этой значит организация интернет-инженеров ай-триполы организация инженеров электронщиков айти ю на организация телефонистов все это у нас связано со связью когда мы говорим о протоколах о протоколах которые построены по уровнево мы всегда вспоминаем модель iso оси iso это название организации international standard organization но это типа нашего госта или немецкого дина но международная ну или энси американский оси это модель open system interconnection взаимодействие открытых систем протоколы строятся по принципу слоев при этом путешествие с одного уровня на другой из раз в разных хостах в разных процессах осуществляется через все нежележащие под уровни ну то есть если у нас процесс начинает сетевое взаимодействие то он с верхнего самого уровня опускается на нижнем на нижнем уровне соединяются разные хосты и точки и так далее и дальше он подымается вверх до самого верхнего уровня iso предлагала построить иерархию сети построить эталонную модель сети на которую будут ориентироваться все другие сети сколько уровней но предлагалось разное число остановились в конце концов на 7 уровнях это уровне начиная снизу физический канальный сетевой транспортный сеансовые представления и прикладной уровень каждый уровень несет какие-то свои нагрузки он выполняет какие-то операции и при этом предлагает набор услуг для вышележащих уровней уровни взаимодействуют в точке взаимодействия уровней то есть попарно они могут взаимодействовать если оси это комитетский протокол протокол созданный как бы чтобы всеми другими повелевать то tcp это протокол который был сделан для практических нужд он выполнял определенные практические цели и а его такой вот структуре его модели вначале особо не задумывались то есть для оси вначале первичная была модель то есть как-то идеологически построенный протокол а потом живые протоколы пытались подогнать под эту модель в tcp был фактически в начале ну некий набор протоколов для практического применения потом на них накану наложилась модель tcp айпи какие уровни в tcp айпи есть но основной уровень это сетевой уровень где крутится айпи там айпи протоколы маршрутизации протоколы управления и так далее то есть все крутится вот на этом основном сетевом уровне для создания сессий и для установки взаимодействия служит транспортный уровень тут интересно следующее что формально протоколы два основных протокола tcp и udp tcp это протокол с подтверждением udp протокол без подтверждения ну то есть скажем udp это подобно рации подобно лучше так подобно письму который вы послали отнесли на почту письмо того послали а дошло ли оно до адреса то или нет вы не знаете tcp это скорее телефонный разговор то есть вы сразу получаете подтверждение с той стороны дошли ли ваша фраза или нет так вот транспортный уровень оси требует как раз установки канала взаимодействия то есть если у нас tcp это реальный транспортный протокол то udp не соответствует критериям транспортного протокола модели из оси это скорее протокол сетевого уровня но с дополнительными обвязками транспортного уровня ну то есть ему добавляется скажем к адресу сетевого уровня адрес транспортного уровня выше транспортного уровня находится прикладной уровень который охватывает три уровня из оси сеансы представление прикладной там куча протоколов собственно те протоколы которые используются и все естественно их можно формально разделить по уровням из оси но это вы позже будете изучать и и ниже айпи лежит так называемый физический уровень который охватывает канальные физические уровни модели из оси тут следует сказать следующее что хотя стать tcp и пениках не регламентирует этот физический уровень он задает на съем уровне набор протоколов для взаимодействия с разными физическими уровнями то есть на точке доступа к физическому уровню могут взаимодействовать разные протоколы например для широковещательных сред применяется протокол арб это адрес resolution протокол протокол который устанавливает взаимосвязь между адресами сетевого уровня и адресами канального уровня а для не широковещательных например для атм сред у нас применяется прикол нарп то есть вот так вот айпи подстраивается под необходимый физический уровень то есть формально считается что протокол tcp айпи имеет четыре уровня но реально можно сказать что он имеет три уровня потому что физический уровень фактически не регламентируется протоколе tcp айпи тут нужно сказать что у нас есть еще протоколы локальных сетей а и 3 полы 802 которые собственно и занимаются вот всеми этими нежележащими уровнями вот скажем эзернет протокол вай фай и так далее и поверх них и работает tcp айпи и для связи с канальным уровнем применяется некая абстракция которая называется сетевой интерфейс то есть если вы посмотрите список сетевых интерфейсов протокола и в конфиг например или айпи адр то вы увидите название этих интерфейсов в разных юниксах название строится по-разному например в классическом linux у нас зависело от типа нижележащего интерфейса в безд и интерфейс строится на на базе драйвера с которым он взаимодействует ну примерно на такую же схему был переход в ред хэти начиная с 7 и так далее как он интерфейс характеризуется ну первых уникальным именем к имени прибавляется номер ну скажем с 0 с 1 и так далее это эзернеты если мы наберем и в конфиг то получим набор параметров естественно большая часть их параметров будет относиться к сетевому уровню то есть айпи адрес айпи маска шлюз по умолчанию и так далее плюс набор параметров для канального уровня ну для айтри полы 802 это mac адрес чаще 6 байтный и так далее значит для вай фай там сид все остальное и в конфиг это старая утилита давно был переход на более новые утилиты они долго на не могут любое время находиться вместе пожалуйста никто не мешает им но сейчас идет такой тренд на ликвидации в конфиг и работой с утилитой айпи мы вот мы запустили в конфиг давайте посмотрим что у нас тут есть у нас тут два интерфейса из 0 это ethernet 0 и о это лупбек интерфейс лупбек интерфейс это специальный интерфейс который соединяет стэк tcp ip с локальной машиной для того чтобы вы могли по сети взаимодействуя взаимодействие локальное процессов айпи си локальное по сети делать ну и вот для таких вот нужд а из 0 это зернавский интерфейс для выхода наружу вот так у нас энкапсуляция ethernet но тут надо сказать что опять же деятельностью комитета айл 3 полы 802 у нас есть несколько типов кадров ethernet и вот тут просто указывается конкретный тип кадра mac адрес тут адрес хардвейный адрес показывается есть mac адрес и айпи адреса это стандартная тройка для адреса широковещательного адреса и и для маски поскольку у нас шлис по умолчанию не привязан конкретно к этому интерфейсу он выводится командой root или айпи root дальше у нас разные параметры например мт у это размер пакета метрика для опять же для маршрутизации показывает по какому пути идти пакету и так далее rx это ресиват пакеты tx это отправленные пакеты и соответственно сколько пакетов с ошибками отброшенными так далее количество коллизий ethernet у нас это протокол с коллизиями ну вот и физические там какие-то настройки адрес драйвера и адрес памяти физической для этого драйвера на общем для вас важны собственно вот mac адрес и айпи адреса остальные вам не так принципиальные параметры значит айпи адрес но у нас в айпи есть на каждом уровне фактически есть свои адреса у айпи значит это уровень межсетевой с айпи адресом и транспортный с адресом транспортного уровня под адресом транспортного уровня называется считается порт порт есть адрес транспортного уровня порт соответствует какой какому-то сервису исполняющемуся на хосте значит в айпи каждому задается единственный адрес он уникальный во всей сети у нас есть две версии протокола 4 6 применяется 4 6 слишком хорошая оказалось для этой жизни поэтому она временно не применяется это временно длится уже очень очень долго но вот так вот временно не применяется а в четвертой версии протокол состоит из четырех байт 32 бита для удобства он записывается так называемый десятично точные нотации каждый байт записывается в виде десятичного числа и они отделяются точками в шестой версии протокола уже 16 байтные адрес большой и записывается в шестнадцатиричном формате ну вот например айпи адрес в десятично точные аннотации 192 168 15 вообще конечно одному интерфейс можно назначить ни один адрес а несколько в утилитах айпи это позволяется легко делать в эти утилитах и в конфиг невозможно было в два и больше адреса на один интерфейс сделать строились как бы дополнительные псевдо интерфейсы так называемые альясы интерфейсы на них уже эти дополнительные адреса навешивались ну и сейчас есть многодомные варианты tcp айпи развивается и сейчас ли не поддерживает когда при роутинге учитывается что на интерфейсе может быть несколько адресов для удобства роутинга можно с разных мест зайти туда маршрутизация это то что было киллер фичей для tcp айпи ради чего он собственно и делался что если у нас в одном месте разрушится сеть то перестроиться направление движения пакетов перемаркетизируется и сеть остается жить для этого для того чтобы делить сети на подсети а у нас айпи адрес разбивается на две части адрес сети и под сети и адрес конкретного узла в этой сети первоначально у нас были на разбиение на классы адресов где жестко было прописано размер сетевого сегмента и размер сегмента под адрес узла это а b c d и е значит а б c это вот стандартные которые разбивают на сети под сеть но потом это стало ограничением достаточно сильным с которым стали бороться был создан стандарт с без адресной маршрутизации нет не без адреса без класса и маршрутизации конечно то есть когда мы маршрутизируем мы говорим не о классе abc а задаем произвольным образом деление на сеть под сети адрес конечного узла это позволило более экономно использовать айпи адресацию если у нас при отправке пакета мы видим что адрес айпи находится в той же самой локальной сети то у нас идет напрямую не маршрутизируясь этот пакет а если мы видим что находится за пределами это локальной сети то пакет направляется в шлюз по умолчанию этот маршрутизатор и вот для того чтобы посмотреть таблицу маршрутизации мы можем запустить root минус n это значит что мы не пытаемся разрешить адреса то есть мы их доменные имена не пишем а просто жестко адреса и так что смотрим у нас процент для нашей сети поскольку у нас адрес 192 165 168 15 и маска 255 25 25 51 то сеть наша будет 192 168 1.0 это наша сеть соответственно для отправки на эту сеть у нас как бы шлюз отсутствует мы посылаем в эту сеть напрямую и второй адрес запись для эзернета 0 это destination 000 с маской 000 то есть 0 слэш 0 это значит все компьютеры интернета все адреса интернет и гейтвеем у нас является компьютер с адресом 192 168 11 то есть мы если мы обнаружили что у нас какой-то адрес непонятный который они входят локальной сети то мы находим гейтвей а гейтвей мы уже по первой строчке отправляем просто в сети и для лупбека адреса сеть 127 000 смазкой 25500 это наш интерфейс локальный где мы взаимодействие взаимодействуют локальные программы для управления в сетях то есть у нас в сетях разделяется всегда дата план и контрол план то есть плоскость данных плоскость управления для управления существует протокол а симпи интернет контур миссич протокол тут целый набор сообщений существует ну и например самые простые программы которые используют а симпи это пинг и трейсрут трейсрут у нас генерит путь показывает путь по которому пакет от нас идет до другого хоста вот примерно вот так вот это выглядит мы видим что у нас по ким айпи адресам он проходит и видим время задержки до этих хостов информация о соединении как мы говорили что у нас реальным транспортным протоколом является tcp то есть он задает виртуальное соединение строит между двумя точками и собственно служит для надежной передачи данных удпи передает данные просто куда-то дойдут они не дойдут это уже неважно но при этом естественно у дипи намного быстрее сейчас сети более надежные нежели раньше и вот сейчас существует набор протоколов которые раньше работали только поверх тси пи а сейчас их пускают поверх у дипи чтобы работали быстрее например протокол quick тси пи устанавливает соединение он отслеживает что доставка осуществилась корректно и отслеживать состояние абонентов для того чтобы мы посмотрели какие у нас установлены соединения мы используем команду нет стат опять же устаревшая команда из вот устаревшая пакета и в конфиг а сейчас используется сс новый вариант нет стат в принципе работает точно так же тут мы видим протокол локальный адрес внешний адрес и состояние соединения но естественно состояние соединения у нас идет только для тси пи прослушает просто установлено соединение или ожидание действия естественно что и тси пи и пи это слишком низкоуровневые для людей протоколы и для работы являет мы имеем целый спектр служб который облегчает нашу жизнь ну например эта служба днс разрешение доменных имен всегда проще задать какой-то мнемонический адрес в виде доменного имени но доменное имя у нас задается иерархически чем запоминать и пи адрес кроме того это позволяет нам легко поменять и пи адрес не меняя доменного имени естественно мы должны хранить соответствие доменных имен и айпи адресов где-то и анонсировать их самое простое локальное хранилище соответствия айпи адресов и доменных имен это файл стара хостс дамя значит днс это служба доменный им сервис сервис это служба для интернет хранения этих имен то есть глобального хранения таких соответствий и файл стара резолф конс у нас прописано как мы будем искать эти соответствия имен то есть какой у нас домен если мы прописываем домен и значит в этом домене мы ищем не по полному имени а скажем по имени хоста и доменные сервера где мы ищем наши айпи адреса ну и файле от старая на свечку он у нас прописано как мы ищем скажем сначала хост файл страх хост потом другие базы можно и или сразу потом днс мы смотрим удаленный терминал это первоначально был telnet это с помощью него мы можем достучаться до другого компьютера и выполнять там команды как будто на своем компьютере telnet интересен не только тем что он является служба удаленного терминала но и тем что этот протокол послужил основой для многих других протоколов классических протоколов tcp айпи ну и действительно можно работать с этими протоколами выполняя вручную команду мы можем с помощью telnet подсоедниться по нужному порту к другому хосту и выполнять нужные команды имитируя работу этого протокола более сложные протоколы сейчас пытаются реализовывать на основе протокола хтп то есть фактически получается что у нас протоколы telnet и хтп стали основой таскать языком для других протоколов ну и поскольку у нас протокол telnet это открытый протокол данные передаются открыто это не секьюрно поэтому этот протокол заменяется сейчас ну заменен на протоколы типа ssh cql этот протокол с шифрованием и очень часто у нас протокол telnet заблокирован вся работа идет через ssh то есть это можно сказать telnet с шифрованием telnet у нас из мира system 5 в bsd у нас так называемые r команды использовались r shell например фактически аналог telnet а но из мира bsd ну не так распространены стали как telnet для разделения сетей для административного управления сетями используются вместе сетевые экраны другие названия firewall брэдмауэр они позволяют нам управлять потоками соединение tcp и ip и управлять данными фильтровать данными кэшировать данные обслуживать в общем для такой работы есть эти экраны нескольких уровней на каждом уровне свой тип экрана тут мы рассматриваем экран на уровне сетевом и транспортном это экран для фильтрации пакетов тут мы рассматриваем айпи тейбл сейчас он активно заменяется новой разработкой айпи тейбл тоже был достаточно новый в 1 2 по моему он для нюкси появился или во втором линюкси точно вот и дрель не сейчас не скажу каком а до этого был айпи fv айпи файвол значит айпи тейбл сработает на основе обработки цепочек все все укладываются в цепочки как бы описываются как мы должны что делать с пакетом виде цепочек эти цепочки складываются в таблицу по обработке пакетов ну а в новом реализации у нас машина на основе конечных автоматов на основе состояний более сложная но и более быстродействующие для обработки таких пакетов соответственно у нас несколько больших таблиц это таблица input входящие пакеты таблица output выходящие пакеты и таблица forward транзитные пакеты ну и соответственно тут прописана примерная схема обработки данных пакетов в этой таблице с помощью айпи тейбл строится фильтр пакетов для tcp и айпи и так мы увидели что сеть состоит из разных узлов для описания исторически используется эталонной модели со оси протокол tcp наиболее распространенный протокол в сетях имеет некое частичное соответствие модели и со оси ну ему это особо и не надо в принципе полностью соответствовать для взаимодействия с нижним уровнем который не описывается в tcp и айпи используется интерфейс точка взаимодействия сетевого и физического уровня для удаленного управления используется ssh который заменил в свою очередь telnet и для управления пакетами используется фильтр пакетов который является межсетевым экраном сетевого транспортного уровней на данный момент пока это еще айпи тейблс но скоро айпи тейблс будет убран полностью из ядра и заменен на новый межсетевой экран но вот дополнительные материалы которые вам предлагаются книжка олифер издается постоянно она растет 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 сейчас у меня полон десятое издание больше тысячи страниц на не догоняют баллама и в конце вам даются вопросы для самоконтроля